Корреспондент, Украина. Нам не грозит повторение Сребреницы. Алексей Куракин. Корреспондент, Украина. 16 декабря 2019 года. Там, где пропаганда кричит о свободе, она противоречит самой себе, Теодора Дорна. В принципе, когда политик высокого ранга, изображая из себя банально пустой барабан, выдает в эфир лозунги, в этом нет ничего необычного. В конце концов, еще Салтыков наш щедрен учил, ежели начальство не будет калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Хуже всего то, что сами политики начинают верить в свой собственный белый шум. На посыл президента РФ Владимира Путина о варианте передачи границы при отсутствии закона об амнистии и возможности повторения трагедии Сребреницы, массовая резня боснийских мусульман солдатами армии Республики Сербской под командованием генерала Радко Младича в июле 1995 года. Президент Владимир Зеленский заявил о невозможности такого сценария. Мол, этого не может быть никогда. Мы, понимаешь, страна другая, особенная, свободная, демократическая. А власть только и думает, намазав утром бутерброд, как сохранить наивысшую ценность в государстве, жизнь. Похоже, что мы с Владимиром Александровичем живем в разных странах. В его виртуальном, таком уютном мерке не избивают львовских музыкантов за песни на русском языке. Там нет генов ни щука. Герои, посмотрев телевизор, не приезжают на Майдан с собственным карабином для отстрела солдат правопорядка. Патриоты не подряжаются на заказуху для борьбы с ворогами. В результате погибает трехлетний ребенок или журналист, а официальный шприхенфюрер не делает прозрачные намеки гражданам, которые не собираются стесняться или отказываться от своего родного языка, штрафа или чемодан. Вокзал. Россия. И, конечно же, в матрице Зеленского не существует украинского варианта руандийского свободного радио и телевидения «Тысячи холмов», где ежедневно, из каждого утюга продолжает делить граждан Украины на правильных и неправильных. А в качестве критерия оценки сгодится все – язык, вера, национальность, мировоззрение, политические взгляды. Дать Владимиру Александровичу еще время – вникнуть, понять, разобраться. Так он не вчера родился. И не на Марсе. И не лох. Ведь так называемые проукраинские СМИ имени дедушки Сороса и Вашингтонского обкома активно вливают в уши гражданам пропаганду, на языке ненависти, уже добрых пару десятков лет. Вспомните эту массовую информационную истерию, по поводу дотационного Донбасса, населенного исключительно гопниками, потомками завезенных на Украину расово-неправильных граждан, что не желают приобщаться к европейским ценностям. Не об этом ли нам рассказывали, доведя этого к ханалию до максимума перед Майданом? Что-то изменилось с приходом новых? Увы, нет. Строительство Министерства правды страстно продолжает очередной начальник культуры Владимир Бородянский, темпами, которым позавидуют строители моста на Шулявке. Проукраинские утюги продолжают называть ордла – террористическими образованиями. Всех несогласных с политикой партии – ватой. А так называемые непредвзятые журналисты в виде остапа Дроздова сравнивают жителей Донбасса с парнокопытными в зоопарке. Но и лишить всех жителей неподконтрольных Киеву территорию украинского гражданства – это святое. А другие вершители судеб, но также, с патриотическим выражением лиц, хладнокровно рассуждают на тему, сколько косеть градов необходимо, чтобы взбодрить Киев. Смоделируйте ситуацию. Украина раньше всего получила контроль над государственной границей на Донбассе. А теперь задайте себе простой вопрос, сколько дурманенных пропагандой ненависти пещерных националистов, достав заранее припасенные сувениры из ата, ринуться в Донбасс бороться с русским миром, осуществлять мовни, языковой контроль, деребанить чужой бизнес, устранять врагов из снайперских винтовок, взрывать автомобили и повышать прибыли новой почты. Один. Десяток. Сотни. Или это будет сребреница. Лозунгами эту ситуацию не исправить. Рецепт раз-раз и договорились не подходит. И простых решений не существует. Для создания действительно свободной демократии нужна долгая системная работа. Нужны десятки лет, чтобы привить обществу иммунитет от гражданской ненависти. И начинать эту работу следует с того, чем закончили руандийские патриотические, свободные и непредвзятые журналисты, международным трибуналом в ГААГе. Владимир Александрович. Может быть, уже пора включать голову. Впрочем, околорояльные шутки, это уже баян. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова